В доме фальсфейнов обрушилась часть внешнего декора. Памятник архитектуры, известный скульптурами атлантов, утратил очередной фрагмент. От здания отвалился массивный кусок карниза с лепниной. Детальный об этом Юлия Федорова. Под карнизом мы видим, что утрата некоторых скульптурных элементов, поддерживающих своды. В-третьих, видно, что осыпается балкон. Но здание ветшает. Впечатляющее творение архитектора Льва Влодыка и Семена Ландесмана. Визитная карточка Одессы. Доходный дом фальсфейнов. Не справляется со снежным натиском и морозом. Если мы поднимем глаза выше, мы увидим, что карниз все-таки в плачевном состоянии. Не то, что в плачевном, даже в опасном. Основной причиной разрушения дома с атлантами специалисты считают его неправильную эксплуатацию. Здесь нарушена вся система водоотведения. Во время дождей и таяния снега вода проникает в здание. Это и приводит к деформации. Последний капитальный ремонт здесь делали в 70-х годах прошлого века. Туда просто попадает элементарно вода, потому что там нет направления воды, куда ее стекать. Она протекает непосредственно сразу в конструкцию. Даже если починить трубы и заменить их, и сделать правильный водоотвод, это будет, ну, оно сохранит его, по крайней мере, в таком состоянии пока еще на длительное время. Дом с атлантами был построен в 1899 году. Он входит в пятерку самых красивых зданий Одессы. В прошлом году композицию атлантов отреставрировали, но всю остальную часть здания оставили нетронутой. Здание в аварийном состоянии внешне находится. Я так понимаю, что просто уже за древностью лет он обрушается, потому что реставрационных работ, ну, честно говоря, по этому зданию я не помню. Это один из самых популярных туристических объектов в Одессе. Здесь проходят сотни туристов. Сегодня аварийное здание даже не ограждено предупредительными лентами. Ходить под ним небезопасно. Я общался с архитекторами, которые приезжали с Европы. Они вообще смотрят на Одессу и удивляются. То есть такое ощущение, что у нас там какой-то определенный промежуток времени вообще отсутствовали люди в городе. И они, ну, давились вот до такого состояния. О том, как знаменитый дом подкосили самовольные надстройки, а старинный фасад перекрыл застекленный балкон, смотрите в субботу в итоговом выпуске новостей. В 8 часов вечера. Это дополнительная нагрузка на здание несет. Оно, естественно, не выдерживает и начинает уничтожаться.